Россия собирается начать масштабную кампанию по привлечению в страну трудовых иммигрантов. В одних только подмосковных химках в 2014 году понадобится более 70 тысяч иностранных рабочих. Власти города подали соответствующую заявку в федеральные службы. Речь идет только о легальных иммигрантах. Нелегалов отлавливают сотнями. Ситуация сложная, но не критическая, так оценила ее глава иммиграционной службы России. По его словам, российские правоохранительные органы знают каждого иммигранта в лицо. Так ли это, выясняла наш московский корреспондент Александра Гиенко. Трудовые иммигранты с некоторых пор обязательный атрибут Москвы. Их действительно много. Правда, сколько именно, не совсем ясно. По данным СМИ, и это самая расхожая цифра, в России сегодня проживают более 20 миллионов приезжих из бывших советских республик Средней Азии. Большая часть из них осела в столице. Но в миграционной службе эти данные считают недостоверными, называя другую цифру 10 миллионов. Сегодня глава ФМС России уверенно заявил, что они посчитали всех иностранных граждан и о каждом знают все. Это называется государственная информационная система миграционного учета, где на каждого иностранного гражданина есть электронное досье. И мы сейчас не оцениваем ситуацию по миграции, что было раньше. Помните, 20 миллионов мигрантов, 20 миллионов нелегальных мигрантов. То, что до сих пор, честно говоря, в СМИ проходит и на телевидении, и в печатных СМИ. А мы знаем конкретную цифру. Власти утверждают, что ситуация с мигрантами не такая уж сложная, как пишут они и журналисты. Да, нелегалы попадаются, но их выявляют. В Москве успешно работают народные дружины, чью деятельность глава ФМС оценил положительно. В перспективе их число планируется увеличить до 300 и более. Проблема уровня преступности среди мигрантов высока, но в целом доля правонарушений, совершенных негражданами России, низкая. Не хочу сказать, что ситуация в Москве критическая. Она сложная. Она ежегодно такая бывает, потому что Москва – это притяжение мигрантов, самое большое в Российской Федерации. И преступность больше в Москве. Правда, с мнением главы ФМС согласны не все. Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев утверждает, что минимум 20% населения Подмосковья являются мигрантами. Воробьев полагает, что для остановки этого потока необходимо ввести визовый режим въезда в Россию для всех жителей СНГ. Заведующий кафедрой народонаселения МГУ Владимир Ионцев считает историю с подсчетом всех мигрантов очень сомнительной. Вряд ли ФМС знает об иностранцах все. Просто в этом случае непонятно, откуда тогда берутся сотни задержанных нелегалов. Никто бы тогда и не говорил о каких-то нелегальных мигрантах, если они были все известны. Зачем тогда говорить, что есть какие-то нелегалы? Все известны. Просто к каждому мигранту применяется какая-то политика с точки зрения регулирования их статуса. Поэтому вот это заявление меня очень сильно удивило. Я сильно сомневаюсь, что есть хоть где-то в мире, в любой стране, система, которая учитывает, в частности, нелегальных мигрантов. И в Москве, по словам Ионцева, совсем не обязательно держать такое количество мигрантов. Своим присутствием они только демпингуют рынок труда и лишают работы российских граждан. В России есть регионы, где иностранная рабочая сила более востребована, но мигрантов туда никто не направляет. В целом же Россия вряд ли будет сокращать долю иностранной рабочей силы или ставить какие-то серьезные барьеры в виде визового режима для граждан стран СНГ. Дело в том, что численность собственного работоспособного населения с каждым годом только снижается. Мое личное мнение заключается в том, что как бы ни развивалась Россия, мигранты были, есть и будут серьезным ресурсом нашего развития, независимо от конкретной модели экономического и социального развития России. В ближайшие годы Россия собирается только развивать программы по привлечению трудовых мигрантов. И речь идет уже не только о рабочих, но и о высококвалифицированных специалистах. Соответствующий законопроект уже готов. Будет ли польза от этой инициативы, покажет время. Эксперты склонны считать, что привлекать иностранных высококвалифицированных специалистов в Россию нужно. Но лучше бы, чтобы это были выходцы не из стран Средней Азии, а из Англии или США. Правда, в истории России был случай, когда выходец из Африки, пусть и опосредованно через несколько поколений, глобально повлиял на всю русскую культуру. Это был Ибрагим Ганнибал, прадед Александра Пушкина. Правда, такие случаи происходят раз в 200 лет. Александра Гиенко, Алексей Матвеев, Артевяй, Москва.